Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 26 марта и мы с вами начинаем изучение очередной книги Священного Писания. На этот раз это книга Бытие, первая книга Библии. Бытие. На еврейском языке эта книга называется Берешит, что означает «вначале». Русское название Бытие пришло к нам как буквальный перевод греческого «генесис». Это слово, это название книга получила, когда 70 толковников переводили еврейскую Библию, Ветхий Завет переводили на греческий язык. И, соответственно, первая книга Библии получила название «генесис» – «происхождение». Так переводится это слово. И на самом деле это название оправдано, потому что книга Бытие рассказывает о происхождении, происхождении нашего мира, происхождении зла на этой земле, происхождении разных народов и наций, происхождении языков различных, происхождении израильского народа. И мы видим, что эта книга вообще рассказывает нам о начале многих явлений, с которыми мы соприкасаемся в этой жизни, которую наблюдаем вокруг себя. «Генесис» – «Происхождение». Автором этой книги считается Моисей, и, скорее всего, это и был Моисей, практически нет в этом никакого сомнения. И считается, что он написал эту книгу в пустыне Мадиамской. Так, например, считают иудейские авторы Иосиф Флавий, Филон Александрийский. Впрочем, многие современные христианские богословы считают, что Моисей написал эту книгу после того, как Израиль вышел из Египта. То есть, фактически, уже когда они находились в пустыне, странствовали 40 лет. Но я думаю, что все-таки справедливо считать, что эта книга была написана раньше. Об этом говорит очень многое, и по ходу изучения этой книги мы с вами соприкоснемся с этими аргументами. Впрочем, можно считать, что, скорее всего, изначальную версию Моисей написал в пустыне Мадиамской, когда он пас овец у тестя своего Иофора до исхода. Ну а затем, после исхода, он мог дополнить, расширить, уточнить эту книгу и внести в нее необходимые дополнения, корректировки. Так или иначе, автором считается Моисей. И написана эта книга приблизительно в 15 столетии до нашей эры. Что, по сути, является содержанием этой книги? Если так посмотреть, то книга Бытие состоит из множества интереснейших историй. Это очень поучительные истории. И очень похоже, что Моисей написал эту книгу как пособие для родителей, которые будут наставлять своих детей в духовных истинах. И на самом деле, эта книга содержит в себе истории, которые применимы к практической жизни. Они очень поучительны. Они показывают жизненные ситуации людей верующих, как они решали свои вопросы, трудности, проблемы во взаимоотношениях с Богом и с людьми. Так что, эта книга полна историй о героях веры. Это истории о любви и ненависти. Это непростые истории о долгожданном рождении детей и о драматических смертих героев этой книги. О мстительности и о прощении. И здесь, в этой книге, представлена вся библейская география Ветхого Завета, начиная с Вавилонии и Междуречия, Верховья Междуречия, Египта и землеобетованной. На этой неделе мы с вами будем читать историю сотворения и изучать историю сотворения в двух повествованиях, в первой главе и во второй главе. Фактически, эта история рассказывается здесь, в этой книге «Бытие» рассказывается дважды. Начинается эта книга замечательным стихом, который является памятным текстом этой недели. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Берешит бара элухим эдха шамаем в эдха арец. «Бытие 1.1». И на этой неделе мы поговорим с вами о Боге, о сотворении, о субботе, о появлении на свет человека и о Божьем предназначении для человека. И я хотел бы сегодня завершить наше вводное такое вступление, такой цитаты из книги «Наглядные уроки Христа» на странице 24. «Взирая на творение, мы постигаем Творца». Книга природы – это великий учебник, который мы должны использовать наряду со Священным Писанием для того, чтобы открыть другим характер Божий и привести заблудших овец к Богу. В уроках, преподанных природой, есть та простота, та чистота, которые придают им высочайшую ценность. Всем необходимо извлекать знания из этого источника. Сама красота природы уводит душу от греха и соблазнов мира, направляет ее к чистоте, покою и Богу. Очень часто разум учащихся порабощается слишком человеческими теориями и измышлениями, ложно именуемыми наукой и философией. Необходимо вернуть людей в мир природы. Расскажите им о том, что Бог творения и Бог христианства – это один и тот же Бог. Научите их видеть гармонию физического и духовного. Пусть все, что видят их глаза или к чему прикасаются их руки, послужит добрым уроком в формировании характера. Это укрепит их умственные силы, разовьет характер, облагородит всю их жизнь. Что ж, друзья, изучая тему сотворения нашего мира и человека на этой неделе, давайте мы проникнемся могуществом Божьим, проникнемся ощущением и осознанием того, что Бог, Творец, Создатель всей Вселенной является нашим любящим Богом, любящим нашим Отцом. Пусть Бог благословит нас. Отец наш Небесный, мы славим Тебя, великого всемогущего Бога, Творца неба и земли, того, кто создал все миры, того, кто в своей руке держит душу всякого живущего на этой земле и на небесах. Господь, мы славим Тебя за то, что Ты создал нас и вложил в нас Твое великое божественное предназначение, Твой образ и подобие. Тебе да будет слава и честь и хвала за то, что из любви и для отношения любви Ты создал нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Что ж, дорогие друзья, еще раз приветствую всех, кто приступает к изучению этой замечательной книги и желаю всем вам Божьих благословений, глубоких благословений при изучении этой замечательной книги Священного Писания, книги Бытие.